К нам сейчас присоединяется советник городского главы Мариуполя Пётр Андрющенко. Он с нами на прямой связи. Пётр, приветствуем вас. Добрый день. Пётр, вы можете, пожалуйста, описать, как вы это видите, как вы ощущаете ситуацию в Мариуполе? Потому что вы так или иначе это назвали фактически украинским гетто сейчас, которое превратили русский в Мариуполь. Ну, по сути, это так и есть. Город постепенно превращают в гетто. Во-первых, этому влияют естественные события, потому что половина города разрушены, люди ютятся, сбиваются в какие-то условно самостоятельные новые районы, прижимаются к тем врагам, который целый. С одной стороны, с другой стороны, то, что мы точно видим, то, о чем можем говорить, усиление контроля в середине города, блокпосты в середине города, тотальная фильтрация, проверка, она точно не способствует привлечению города в какую-то цивилизацию. По сути, максимально город закрывает информационно, как и для поступления информатики, поступлений любой внешней информации, исключительно пропаганда. В мониторной ситуации точно не становится лучше при этом. Все красивые обещания россиян о каком-то там восстановлении невозможны, ни технически, ни материально, ни кадрово, то есть это невозможно никак. Петр, а это правда, что людям даже по улице передвигаться запрещено без разрешения на то, выданному оккупационными властями? Да, это правда, у человека на улице должно быть две бумажки, одна прохождение фильтрации, вторая пропуск, который разрешает ему перемещаться по городу. В случае отсутствия этой бумажки, может быть арестован, ну, со всеми вытекающими последствиями. Почему мы говорим, что на самом деле это гетто? Кроме того, часть районов мужчин, вот у нас есть факт, около двух тысяч мужчин из одного из частей Кальминского района вывезли в безыменное село и село Казахское, в трех точках, такие фильтрационные тюрьмы, вот четыре недели почти людей держат, привлекают на общественную работу. Зачем держат, до конца, непонятно. Сами россияне, военные говорят, дают противоречивую информацию, начиная с того, что будут либо просто принудительные работы, заканчивая мобилизацией или переодеванием и участием в парадопонентах в Мариуполе на 9 мая. То есть люди держат в одной одежде, в которой забрали четыре недели назад один кран холодной воды, это вся такая единая. Утреннее и вечернее построение, контроль, очень настоящая тюрьма. На самом деле настоящая гетто превращается в город. Петр, 9 мая близится. Есть какие-то приготовления, какие-то, возможно, я не знаю, там, что вам известно по этому поводу? Потому что, ну, по крайней мере, в отдельных населенных пунктах, вот в Херсоне, например, русские готовят Херсон к 9 мая. Как они это видят? Мы видим приготовление в городе, очистку той части, где они собирались проводить 9 мая. Мы знаем о том, что приглашали людей, скажем так, пенсионного возраста на празднование 9 мая в центр города. Опять же, информация о желании провести парад пленных, в том числе с участием переодетых наших мариупольцев, в которых содержится въеда. Но вчера, не знаю, наверное, слишком, слишком сильно информационно, в том числе объем по ним, потому что вчера пошла обратная их реакция, которая идет из Донецка, по большому счету, да, донецкими рупорами озвучено, что нет, парад будет только после полной победы. Ну, доверять этой информации сами понимаем. Поэтому пока, пока мы наблюдаем, фактически можем сказать, да, что мы видим все для приготовления парада на 9 мая. Насколько они решатся это проводить, ну, будет видно. Опять же, канонада в городе Мариуполь, прекращающаяся из Азовстали, она не сильно способствует 9 мая параду. Поэтому, может быть, это будет дополнительная причина, причем он не будет проведен, к той причине, что мы придали слишком большой резонанс с этой темой. Ну, дай бог, потому что в этот парад вообще гротеск, если не знаю, что будет. Петр, скажите, пожалуйста, а что на Азовстале происходит? Просто противоречивая информация оттуда поступает. Кто-то сообщает о том, что есть гуманитарные коридоры, позже появляется информация о постоянных обстрелах. Насколько это влияет на гуманитарные коридоры? Вообще, в целом, ситуация какая там и что можно сообщать об этом? Ничего. Поэтому давайте ждать, надеяться. И сейчас любая информация, связанная с Азовстали, с эвакуацией, проводимой под гидой ООН, там любое неосторожное слово в этой деликатной истории может просто засорвать все. Поэтому давайте пока наши автобусы и наши люди не пересекут линию разграничений, мне кажется, на территории, которая контролируется украинской армией, украинским правительством, воздержимся от комментариев и всех к этому призываю, потому что действительно ситуация очень неоднозначная, ситуация сложная и с боевыми действиями. Поэтому давайте доверим это комментировать тому, у кого на это достаточно полномочий, кто точно знает, когда это нужно делать. Спасибо вам, Петр, и спасибо за такую фильтрацию информации. Это, правда, важно, потому что часто она убивает и срывает очень многие хорошие дела. Спасибо вам большое. Петр Андрущенко, советник городского главы Мариуполя. Сейчас на самом-то деле и как-то сложно говорить и свои...